За последние сутки в Чувашии диагноз коронавирусная инфекция поставлен 132 жителям. 45 человек вылечились. Летальных исходов 7. На заседании Оперштаба проанализировали текущую обстановку. Роспотребнадзор рекомендует не проводить новогодние корпоративы. В преддверии праздников на улицах, в транспорте, в торговых центрах настоящее броуновское движение. Жители готовятся к празднику заранее, закупая продукты, подарки близким. Необходимо усилить работу мобильных бригад, считают члены Оперштаба. Соблюдение масочного режима может снизить заболеваемость. Учитывая нестабильные эпидситуации, необходимо ужесточить контроль за соблюдением введенных ограничительных мероприятий и профилактических мер. Также не допускать, это уже на предыдущей неделе было сказано, не допускать проведения организованных массовых мероприятий, в том числе праздничных, в том числе корпоративных мероприятий. И обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемических мер в местах, общественных местах, на предприятиях, в организованных коллективах. Отдельная тема – вакцинация. Напомним, первыми от COVID-19 привьют медработников, учителей и соцработников. Вакцина поступит до конца года. В начале следующего на прививку смогут записаться и все желающие. В республике привито и реализованы 42 дозы вакцины от коронавирусной инфекции. В декабре месяце ожидаем поступления еще 1012 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Будет всего 25 пунктов вакцинации. Все лица, которые вакцинируются, они вводятся в специальную программу мониторинга, для отслеживания непосредственно эффективности вакцинации, а также отслеживания возможных побочных реакций. Еще одна новость – студенты СУЗов смогут вернуться к очному обучению. В техникумах и колледжах региона наблюдается явное снижение случаев заражения коронавирусной инфекцией. На этой неделе у нас зарегистрированных больных студентов достигло 4 человек всего. Есть предложение рассмотреть совместно с Роспотребнадзором возможность возвращения обучающихся в средних специальных учебных заведениях к очному процессу обучения. При этом студентам и педагогам необходимо будет соблюдать масочный режим. На этом настаивает Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике. Ульяна Пятакова, Татьяна Раевская, Николай Скворцов, Республика.